Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Наш телеканал сделал промежуточные итоги приемной кампании 2017. Открой для себя мир без границ. Все о лагере Discover КФУ. Место не столь отдаленное. О жизни в исправительной колонии номер 19. 6 июля в императорском зале КФУ прошла торжественная церемония. Вручение дипломов выпускникам высшей школы бизнеса. Свои знаки отличия, дипломы, нагрудные значки, сертификаты международной организации MBA они смогли получить из рук ректора КФУ Ильша Тагафурова. Все подробности смотри далее. В императорском зале КФУ прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам высшей школы бизнеса. В этом году выпустилось 45 мастеров, представителей различных секторов экономики. Энергетика, машиностроение, строительство, медицина, сельское хозяйство и другие. Два долгих года две группы проходили усиленное обучение, интересное обучение. Познакомились со многими интересными людьми. Узнали много нового интересного в целом о мире, об экономике и о многих других науках. Торжественная церемония вручения диплома MBA началась традиционно с исполнения университетского гимна «Гаудамус». Награждение открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров, который подчеркнул особое значение программы MBA в развитии экономики новейшей истории нашей страны. Высоко оценил динамику развития высшей школы бизнеса КФУ, а также ректор подчеркнул, как важно продолжать учиться даже тогда, когда, казалось бы, многие карьерные вершины уже покорены. Я хочу пожелать вам одно, чтобы вы, с одной стороны, были здоровы, с другой стороны, вы всегда были готовы учиться и расти и обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Встреча подкрепила уверенность в том, что совместная работа всего коллектива КФУ и высшей школы бизнеса с реальными строителями республиканской экономики станет залогом успеха всего Татарстана. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюс. Ежедневно толпы волнующихся абитуриентов и их родителей подают заявление о приеме в университет на разные институты и факультеты. О том, сколько уже принято документов в Казанском федеральном и какой институт является более востребованным, среди абитуриентов расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. 20 июня свою работу начала приемная комиссия КФУ. Подать документы абитуриенту можно в электронной форме. Для этого необходимо зарегистрироваться в социально-образовательной сети «Буду студентом». Здесь абитуриенту нужно будет ввести свои данные и результаты ЕГЭ. После чего он автоматически попадает в базу абитуриента Казанского федерального университета. Помимо этого документы можно отправить экспресс-почтой или подать заявление лично, придя по адресу Кремлевская, 35. Каждый день примерно мы имеем 5000-4500 поданных заявлений в Казанский федеральный университет. Это с учетом филиалов и по всем формам подготовки. 3 июля началась активная фаза приема документов. Это связано с тем, что большинство выпускникам выдали аттестаты о среднем общем образовании. По данным, на 6 июля в Казанский федеральный университет уже подано более 37 тысяч заявлений, из них оригиналов 3696. Более востребованным среди абитуриентов является Институт управления экономикой и финансов. На него подали заявление почти 5000 абитуриентов. Ознакомиться с результатами прошлого года можно на сайте kpfu.ru в разделе «Приемная комиссия. Итоги приема». Там можно будет найти проходные баллы, поступивших в 2016 году. Если говорить по среднему баллу поданных документов, то он чуть выше, чем в прошлом году. Это вполне очевидно, потому что количество бюджетных мест у нас стало меньше. И это обусловило более высокий конкурсный балл. Но окончательно эти цифры рассматривать можно всерьез только тогда, когда мы завершим прием документов. Пока же это промежуточные данные. В этом году предусмотрено почти 5000 бюджетных мест по всему университету. А принять Казанский федеральный в этом году планируют 13,5 тысяч абитуриентов. Успей и ты подать свои документы, чтобы гордо называть себя студентом Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан организовала для будущих работников СМИ пресс-тур по основным объектам ИК-19, показав наиболее значимые направления деятельности уголовной исполнительной системы на примере одной колонии. В Казани расположена одна из колоний строгого режима номер 19 для содержания лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, а также при особом опасном рецидиве. Это закрытый от посторонних глаз мир, который живет по своему распорядку. Исправительная колония – настоящая крепость. Чтобы войти на территорию, нужно пройти сложную процедуру. Гассеты тщательно проверяют на наличие запрещенных предметов – это деньги, оружие, наркотики, средства связи и так далее. Основная обязанность осужденных ИК-19 – это работа. Колония во многом обеспечивает себя сама благодаря подсобному хозяйству. Продукцию производит как для себя, так и для предприятий и сотрудников различных учреждений. Стоит отметить, что на данный момент исправительная колония номер 19 начала заниматься и производством плетеной мебели из ротанга. Осужденные занимаются поплетением мебели. Это новая продукция. Плетем около двух месяцев. Личное время, которое есть у осужденных, можно потратить по-разному. В колонии работают библиотека, клуб, где играет местная группа ВИА, тренажерный зал. В здании клуба у нас находится сам клуб. Это помещение, где проходят культурно-массовые мероприятия. Также находится студия видеозаписи и кабельного телевидения. Находится библиотека учреждения, в которую осужденные приходят взять книги для личного чтения, для самообразования. Также у нас находится небольшой живой уголок. Это очень способствует расслаблению осужденных перед, допустим, воспитательной работой. Самым удивительным показалось то, что у осужденных есть своя мини-телестудия, в которой делаются новости. Новости создаются непосредственно здесь, в телестудии и телевидении. Содержание новостей – это различные мероприятия культурно-массового характера, которые проводятся здесь, в справедливом учреждении. Они транслируются по местному телеканалу два раза в неделю. То есть транслируются новости будней и новости выходных дней. Диана Шилова, Леонард Валерьяров, Нивер Ньюс. Неделя только на английском языке. Лагерь английского языка Discover KFU провел незабываемые летние каникулы. Насыщенная культурная программа, а главное – английский, английский и еще раз английский. Подробнее в нашем следующем сюжете. Лагерь английского языка объединяет школьников со всей России, где они могут в полной мере окунуться в языковую среду и узнать, каково это быть студентом Казанского федерального университета. 30 июня начал свою работу лагерь английского языка Discovery KFU, участниками которого стали учащиеся с 7 по 11 класс. 21 час академического английского и 28 часов познавательной программы. Общение только на английском языке. По эффективности это сравнимо с полноценным языковым курсом, хотя по времени занимает всего неделю. Кроме того, у участников есть возможность увидеть Казанский федеральный университет изнутри, познакомиться с его историей и открытием, проникнуться атмосферой деревни Универсиады и, конечно, найти новых друзей. То есть у них есть тест на начальном этапе, есть тест в конце, соответственно, мы видим динамику. Как правило, наши тесты, все соцопросы также показывают, что дети начинают говорить гораздо свободнее на английском. Каждый день выезжаем в какой-то институт, где они могут более подробно узнать какие-то моменты, им рассказывают, представляют, презентуют институты. Вечером у нас уже более развлекательные мероприятия. Развлекательные мероприятия, направленные на развитие личностных качеств и разговорных навыков, наиболее интересны участникам. Здесь у них есть возможность пообщаться с преподавателями и носителями языка. Проблемы сообщений не возникают, так как большинство ребят имеют хороший уровень английского. Говорить на английском языке несложно, потому что у нас очень добрые, понимающие вожатые, которые помогают нам, если что, исправить наши глобатические ошибки. Больше всего мне понравилась лекция в институте физики. Там мне понравились больше всего опыты с электричеством, эти хлопки, вспышки, это очень классно. Идея организовать лагерь английского языка возникла у ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. По его мнению, как можно больше детей до поступления в ВУЗ должны посетить Казанский университет, увидеть студенческую жизнь изнутри и почувствовать ее на себе. Опыт прошлых лет был удачным. Нужно отметить, что в этом году число участников возросло в два раза, а также возросла география. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универ Ньюз. На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в теме с Универ Ньюз. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok